Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Сегодняшний день, братья и сестры, мы вечером совершаем уставное богослужение. Вечерня с чином прощения. Многие люди могут сказать, но это всего лишь обрядовое действо, происходящее раз в году. И оно не имеет ничего внутреннего с живым образом христианской жизни. Просто по уставу люди пришли в храм, чтобы положить друг другу поклон, попросить прощения и разойтись, может, опять с теми же мыслями, с теми же чувствами неприязни и зависти, ропота и осуждения, несмирения и отсутствием любви. Почему же, какой смысл им приходить на этот обрядовый чин? Очень интересные слова есть, братья и сестры, у святителя Иоанна Златоустого. Святитель Четвертого века. 1700 лет назад сказаны эти слова. Святитель Иоанн Златоуст говорит, «Как дерево без коры увядает и скоро вовсе засыхает, так и истинное благочестие без обрядовости ослабевает и вовсе исчезает. Как дерево без коры засыхает, так и искреннее благочестие без обрядовости ослабевает и вовсе исчезает. И мы, братья и сестры, сегодняшний день стоим и понимаем, что в Церкви полнота всего. И внешнее обрядовое чувство или действие, правильнее сказать, обрядовое внешнее, оно, видимо, как для всех, видимо кора на дереве. Но никто не видит за корою внутренней жизни самого дерева. А ведь и кора сама по себе без дерева, она тоже мертва. Кора не может произвести неживого листочка, ни цветка, ни тем более плода или семени, и дать продолжение этому растению, этому дереву. Вот так точная обрядовость, она часто прикрывает то внутреннее духовное настроение, которое в христианах в полноте содержится. За внешней видимой обрядовостью кроется подчас великая жизненная сила благодати и действенной христианской жизни в человеке. Кора сама по себе тоже не может жить, не опираясь на могучий ствол древесины. Она не может самостоятельно существовать и приносить плода. И вот так и мы, братья и сестры, должны понимать, что вместе с обрядовостью мы должны сплетать живое чувство ума нашего, сердца нашего, душ наших. Мы пришли, чтобы и спрашивать прощения. И прежде всего, братья и сестры, у кого же нам и спросить прощения? Конечно же, у Бога. Мы сегодняшний день погружаемся в евангельские слова. Вспоминаем крестную жертву Христа Спасителя, который ради жизни нашей пошел на смерть, смерть же крестную. Мы сегодня вспоминаем Его святые заповеди, живоносные для исполняющих их и дающие жизнь вечную. Сегодня мы вспоминаем Его нетребовательные к нам слова. «Приидите, научитесь от Мене, я как роток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Разве здесь много требовательности научиться кротости и смирения? Или другие слова? «Не делай другому того, чего себе не желаешь». Как они понятны? Ну, как мы часто переступаем их и вопреки этим словам поступаем в своей жизни. Когда это касается нас, да, нам больно, обидно, но когда мы творим это по отношению к другим, не задумываясь, что так же больно и обидно кому-то. Мы сегодня, братья и сестры, вспоминаем не только Евангелие и Святоотеческие учения. Мы сегодня вспоминаем жития многих святых угодников Божьих, которые просияли и терпением, и трудолюбием, и смирением, и всепрощением, и кротостью, и безропотностью, и самоотверженным подвижничеством, и любовью, о которой и Господь даже сказал, что верующий в Меня, дела я же астворю, и большая сих сотворит. Недаром жития святых называют практическим Евангелием. Мы вспоминаем житие многих святых угодников Божьих и сравнивая свое окаянное житие с их высоким житием. Мы приходим тоже в состояние покаяния и самоукорения, и самоосуждения. Даже взирая на иконы Божьей Матери, угодников Божьих, ангелов-хранителей, мы с недоумением сами задаем вопрос, Господи, ну ведь все, что Ты говоришь в Святом Евангелии, все, о чем учат нас святые угодники Божьи, оно так сообразуется с нашим здравомыслием, оно так сообразуется, братья и сестры, с нашей совестью, что мы только руками разводим. Почему мы в жизни сей поступаем безумно и приступая в голос совести своей? Как дерево без коры, а кора без дерева не может существовать вместе, совокупно, братья и сестры, в церкви полнота жизни и обрядовой жизни, и наполненности смыслом. И в самой обрядовости, братья и сестры, если мы внимательно слушаем слова стихир, псалмов, Священного Писания в церкви, мы там, если со вниманием слушаем, услышим много полезного, отрезвляющего и пробуждающего нашу душу. Где-то тексты богослужения нас укоряют, где-то обличают, где-то утешают, где-то поддерживают, где-то дают нам крылья лететь навстречу Бога и в умиленном состоянии души забывать о всех земных невзгодах за тем утешением, которое дает Господь нам на молитве или при участии в таинствах. Мы будем и спрашивать сейчас друг у друга прощения. Не только те, кто знают друг друга, часто общаются и в жизни, как люди, имеющие всякие свое несовершенство, поступающие по час неосторожно и обидно для ближнего. Но мы будем просить сегодня прощения даже у людей, с которыми не знакомы. Мало того, мы сегодня будем просить прощения не только у Бога, не только у угодников Божьих. Мы сегодня будем просить прощения у всего мира. сегодняшний день, братья и сестры, еще служба шла недели Адамова изгнания из рая. Адам, отступивший от заповеди Божьей, согрешил грехом отступлений от послушания. И за ним, как по цепи, последовали и другие искушения и потери добродетелей. Как Господь говорил, согрешишь воединем, быть во всем повинен. Часто один грех влечет по цепочке за себя другой, третий, четвертый, пятый, десятый. и так мы не замечаем, как мы из младенцев, которые, казалось бы, родились чистыми, с младенческой, детской, чистой улыбкой и взглядом в конце жизни превращаемся в человека, о котором, можно сказать, в грехах разбогател. Приступая одну заповедь, другую, третью, мы подчас становимся людьми грешными, но не просто, братья и сестры, грех наш губит только лично нашу душу. Он остается в генах наших и передается нашим детям и внукам. Как передаются наши внешние черты лица, привычки, тембр голоса, как многие говорят, ну ты посмотри, как капля воды на отца или на матерь похожа. Но часто мы вместе с этим наследием внешним приобретаем или добродетели, или греховные страсти на генетическом уровне. и от нас точно так же воспринимают дети и внуки наших. Но не только это. Почему мы просим прощения у всего мира? Адам был изнан из рая земного за свое преступление и за грехопадение, за непослушание и за ропот на Бога и за несмирение. И мы слышали стихиры, которые пели «Сидя Адам прямо рая и плакая глаголоша раю мой раю». Да, Адам осознал потом свое падение и плакал и каялся. Но интересно есть такая мысль у святых отцов. Адам был совершенным человеком созданным. ему не надо было даже письменности, настолько он имел совершенный разум и мудрость и мог учить своих детей, внуков, правнуков. Он прожил 900 лет. Но не только мудрость имел Адам, не только покаяние он имел, но когда от него как от загрязненного источника истекали новые и новые поколения, зараженные грехом и приобретающие новые грехи, как его сын братоубийца Каин, Адам еще от своих детей, внуков, правнуков и последующих поколений, которые от него происходили, он слышал подчас жестокосердные укоры. Из-за твоего падения в раю мы теперь терпим скорби на земле. Это тебя изгоняя, Господь сказал, проклята земля в делях твоих, терния и волчцы произрастит она тебе, в поте лица твоего снеси, хлеб твой, жена в муках будет рождать чад твоих. И этим укоряли, и Адама укоряли, и Еву, и они сколько жили, столько были, братья и сестры, в постоянном оплакивании своего греха и в глубочайшем смирении за свое преступление, чувствуя себя виновными перед последующими поколениями, которые произошли от них. И так каждый из нас виноват перед всем миром, потому что говорят святые отцы, что грех человека, он как смрадная приманка для демонов. Бесы, чувствуя смрадную приманку греха, выходят из ада и имеют свободу и волю действовать в этом мире и над тем человеком. Грехами своими мы вызываем ад и сопутствующий ему злобу, ненависть, непримиримость, жестокость и все последующие грехи мы вызываем на землю. Каждый своим грехом. Казалось бы, Господи, да какое же отчаяние. Нет человека без греха. Мы повинны в тех бедах и в том страдании людей на земле, в какой бы форме оно не выражалось, потому что любая беда, любое страдание, оно исходит от злобы, бесовское действие в мире этой злобы. Но, братья и сестры, мы же можем это все исправить чем? Своим покаянием, начало которому не положил в раю Адам. Простым словом, прости меня, милосердие Господи, и не примирившись через это покаянное слово с Богом еще там. Мы можем исправить Адамову ошибку, мы можем исправить внутри нас то наследство от отцов и матерей, от дедов и прадедов, которое нам передалось. Мы можем исправить в себе внутри эту болезнь греха. Мы можем через свое исправление, соответственно, через изменение в генах наших сыновей, дочерей, внуков будущих поколений мы можем исправить все. И мы становимся накануне Великого Поста. По примеру, Христа, Который 40 дней постился в пустыне, и мы накладываем на себя пост. Многие могут сказать в наше время, да, лучше мясо есть, а людей не есть. Кто есть мясо в пост, тот и людей будет есть. Потому что пост это самое простейшее, что дает благословение нам любящая Матерь Церковь. И мы это принимаем от нее, как от любящей Матери. Церковь просит самое простое, воздержи свой желудок, грубое свое физическое естество, воздержи вообще, не то, что вообще от пищи, просто измени рот пищи. Пускай это даже внешнее твое пощение будет выражением твоим, внешним твоего внутреннего покаяния и чувства вины перед Богом. И нам разрешается вкушение пищи, просто пищи постной. Вот сейчас люди в наше время диеты держат ради сохранения какой-то или фигуры, или своих профессиональных дайдных, как в балете там, допустим, или в спорте. А мы ради бессмертия своей души, ради исправления своего внутреннего человека, ведь поймите, если мы не научимся управлять желудком своим, то как мы можем управлять сердцем своим, умом своим и душею своей? Как мы можем изменить себя высшее духовное, если мы не можем в себе простого плотского изменить? Грубого, самого простейшего. Поэтому мы начинаем Великий пост но начинаем его опять же в сопряжении с нашим духовным чувством покаяния ради изменения своей природы и ради того, чтобы все изменилось в этом мире. Ведь представьте, если на приманку греха ад выходит на землю и творит непосредственно сами по себе или через людей и всякое зло в мире, то если мы начнем братья и сестры творить добродетели, то благоухание наших добродетелей поднимется до небес и сойдут ангелы-хранители, чтобы служить нам. Сойдет небесное воинство на землю, чтобы гнать зло и жизнь нашу делать счастливой в Боге. Придут угодники Божии или предстанут престолом в своих молитвах за нас, как за своих сродников по Адаму по плоти и во Христе по духу. Ведь они угодники Божии и святые это же наши сродники, с которыми от Адама породнились. И не только течет в нас, братья и сестры, смертный поток греха и болезненность греха, но в нас еще, братья и сестры, текут в генах наших потоки святости, которые были в нашем роду святых угодников Божьих, которые мы, может, даже и не знаем. Когда-то преподобный в Арсенофии Оптинский говорил преподобному Никону, будущему старцу Оптинскому, а тогда еще молодому юноше, ты даже не знаешь из какого ты рода. И тот с удивлением спрашивал у преподобного Арсенофии, батюшка, из какого же я рода? Ты из рода мученика Трифона. Поэтому мы не знаем, кто у нас в роду, братья и сестры. Но, зная свои грехи, будем стараться исправлять их и постом, и молитвой, и искренним покаянием, изменяя свою душу. И представьте, если сегодня засветится душа искоркой благочестия и искренности перед Богом и покаяния перед Богом, а вместе с ней другая, третья душа, то тьма этого мира просветлеет. И Бог будет жить среди нас. И мы будем не врагами Богу через грехи наши, но как сам Господь сказал, вы друзи Мои есть. Мало того, Он сказал, вы Бози есть, и Дух Божий живет в вас. Обращаясь к своим апостолам на тайной вечере, он и к нам обращается, чатца Мои, то есть детки Мои. И мы, братья и сестры, сегодняшний день, исполняя обрядовое действие вечернее с чином прощения, мы эту обрядовость давайте наполним внутренней, незримой, ни для кого, кроме Бога, духовной составляющей. И это добро в нашей душе может молчаливое, зародившееся в наших помыслах, в чувствах сердечных, в душах наших, оно, братья и сестры, будет видно Богу, будет видно и святым ангелам, будет видно и святым угодникам Божьим, потому что Бог всеведец и сердцеведец, а ангельские силы и угодники Божьи, живя в Духе Святом, через действие Духа Святого в себе также будут видеть наше внутреннее настроение и исправление. Дай Боже, чтобы среди нас не было по-фарисейски лицемеров. Дай Боже, чтобы среди нас не было омертвевших душ, самооправдывающих свои беззакония и свою неисправленность. Дай Боже, чтобы среди нас, братья и сестры, не было тех подобных одному из учеников Христовых, которого потом в народе даже назовут Христопродавцем, который подойдет в Гефсиманском саду ко Христу и целуя Его, скажет «Радуйся, рови и поцеловай Его». Дай Боже, чтобы среди нас таких не было. И та внешняя часть, которую мы сегодня, братья и сестры, будем исполнять, прося друг у друга, а прежде у Бога прощения. Не будем забывать, что прося друг у друга прощения, мы кланяемся и просим прощения у образа Божия. Вы же помните, как обрядовое действие совершается священником в храме. Священник идет с хождением по храму, кадет святые иконы и кланяется изображением, воздавая честь Богу, Божией Матери, ангельским силам, святым угодникам Божиим, кланяясь им и воздавая честь их изображением умом, возносясь в вечность туда, в Царство Небесное и умом поклоняясь там Богу. Но вдруг священник разворачивается от иконы, кадет народ и кланяется людям стоящим, в каждом человеке, почитая образ Божий. В каком состоянии души стоит человек безразлично. Священник совершает кождение и кланяется каждому из стоящих в храме. Вот так и мы, братья и сестры. Давайте не только увидим этот образ Божий внутри себя и постараемся его обновить и очистить и дать ему жизнь. Дай, Боже, братья и сестры, чтобы мы этот образ Божий увидели в каждом из наших ближних. Потому что Господь сказал, если кто говорит, что Бога любит, а ближнего своего ненавидит, ложь есть. Как можешь любить Бога, Которого ты не видишь, если ближний, видимый тобою, ненавидим тобою есть. И мы сегодняшний день, помняйте слова Христовы, помняй слова Христовы, братья и сестры, которые побуждают нас начать свое исправление, как Господь сказал. Нет больше радости на небесах. Великая радость на небесах бывает по причине одного грешника кающегося. Представляете? По причине одного грешника кающегося великая радость на небесах. А почему? Да потому что через этого кающегося грешника, через его исправление, через его обращение к Богу, Бог имеет возможность действовать в этом мире своею благодатью. Не только посещая этого человека, но через него весь мир, лежащий во грехе. Поэтому дай Боже нам каждому быть сегодня причиной радости на небесах и Бога, и Божьей Матери, и ангельских сил бесплотных, и всех святых. Сегодня особый день. И особая благодать, и особая сила от Бога подается прощать и быть прощенным. Не только от людей, но от самого Бога. И в таком начале, в таком стремлении, братья и сестры, в таком порыве, и начнем по-живому, с живым сердцем, душою, и умом, воспаряемым к Богу, в Царство Небесное, и начнем наше внешнее обрядовое действие. И те слова, которые по уставу принято говорить сегодня, и я, грешный, прося прощения у вас, и каждый из вас, да, наполним особым, живым смыслом, оживляющим наше мертвенное духовное естество. Простите меня, всечестнее отцы, братья и сестры, велико согреших в сей день и во вся дни жизни моей словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами. Бог простит и помилует тебя, высоко и освящение и благословение. Благодатью и щедротами своего человека любе Бог простит и помилует всех нас. Аминь. Подписывайтесь на YouTube-канал Святогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok